В эфире программа новости дня в студии Данил Добрин. Здравствуйте! О главных событиях региона готовы рассказать корреспонденты ОРТ. В начале выпуска коротко о главном. Путешествия в Калининград. Новые прямые авиарейсы из Оренбурга появятся весной. Как распознать черных кредиторов? За прошлый год в Оренбургской области выявили 11 нелегальных финансовых организаций. Рост числа отечественных производителей и стабильные торговые отношения со странами Юго-Восточной Азии. Как изменился российский рынок в 2022 году? Виден, значит жив. Почему светоотражающие элементы на одежде важны, рассказали сотрудники ГИБДД. Лыжня России объединяет. Более 50 тысяч оренбургцев приняли участие в соревновании. И начнем с информации для жителей Востока области. 13 февраля движение транспорта в Орске на пересечении улицы Добровольского с проспектом Ленина до 17.00 будет ограничено из-за работ по устранению коммунальной аварии. Администрация города сообщает, маршруты номер 25, 24, 16А частично поедут по улице Добровольского. Еще одна новость из Восточной столицы Оренбуржия. В Орске поступило сообщение о минировании военкомата. На месте работают спецслужбы, информация проверяется. Отметим, в последнее время по области вновь участились случаи сообщений о минировании. Так, в Оренбургском госуниверситете из-за этого студенты вынуждены обучаться дистанционно. И перейдем к новостям для путешественников. Из Оренбурга в Калининград запустят прямые рейсы. Первый из них отправится в точку назначения 29 апреля. Вылетать из Оренбурга в Востужные суда будут по вторникам и субботам. Пассажиры проведут в полете около четырех часов. К другим темам. Пресечено свыше 130 тысяч нарушений закона. Восстановлены права более 15 тысяч человек. В прокуратуре Оренбургской области подвели итоги работы за минувший год. На расширенном заседании коллеги также обозначили задачи по укреплению законности и правопорядка на этот год. Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев говорит о результатах работы прокуратуры за прошлый год. За 2022 год удалось добиться погашения долгов по оплате труда перед работниками. Это порядка 300 миллионов рублей. В сфере охраны окружающей среды и природопользования прокурорами было выявлено почти 5000 нарушений законов. Один из результатов – снижение количества случаев превышения ПДК в Базулуке, Сорочинске и Переволодске. Также в Оренбургской области в целом сократилось число преступлений на 13%. Но в то же время отмечает и негативную динамику. Она касается преступлений с наркотиками и убийств. Из незаконного оборота изъято более 200 килограммов наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ. Пресечена деятельность на территории области 28 организованных преступных групп. Более 200 их участников привлечены к уголовной ответственности. Впервые за последние годы отмечается крайне негативная динамика роста убийств. Обращаю внимание прокуроров, что это произошло на фоне снижения профилактической работы и выявления преступлений с двойной превенцией. На заседании выступает губернатор Оренбургской области. Денис Паслер благодарит за совместную работу по реализации национальных проектов. Область по итогам 2022 года по контрактации и выполнению, соответственно, объектов достижения национальных проектов. Шестая в стране и первая в ПФО. Это, безусловно, совместная работа. На заседании обращают внимание. Необходимо постоянно принимать меры по совершенствованию форм и методов взаимодействия. Как распознать черных кредиторов? За прошлый год Банк России выявил в Оренбургской области 11 нелегальных финансовых организаций. Большинство из них работали под видом ломбардов. Компании черные кредиторы, выявленные Банком России в прошлом году, не состояли в реестрах, которые подтверждают легальность. Организации выдавали людям займы незакона. Большая часть таких организаций в Оренбурге работала под видом ломбардов. Специалисты Банка России напоминают, обращаться в такие фирмы для оформления займа опасно. Нелегалы завышают проценты по кредитам, произвольно меняют условия договора и взыскивают долги незаконными методами. Подобные случаи встречаются не только в нашем регионе. В прошлом году в целом по России было выявлено более пяти тысяч нелегальных финансовых организаций. Большинство из них – это черные кредиторы. Таких организаций выявлено 1700. Кроме этого, выявили более тысячи нелегальных участников рынка ценных бумаг. Зачастую мошенники действуют через интернет, рассказывают специалисты Банка России по Оренбургской области. В соцсетях создают группу и обещают честные займы под расписку, либо кредиты на выгодных условиях. Убедиться в легальности финансовой компании можно на официальном сайте Банка России в государственном реестре. Кроме того, на этом же ресурсе можно ознакомиться и с перечем подозрительных компаний. Их названия указаны в предупредительном списке. Рост числа отечественных производителей и стабильные торговые отношения со странами Юго-Восточной Азии. Как изменился российский рынок в 2022 году? Виден – значит жив. Почему светоотражающие элементы на одежде важны, рассказали сотрудники ГИБДД. Лыжня России объединяет. Более 50 тысяч оренбургцев приняли участие в соревновании. Это новости дня, мы продолжаем. Рост числа отечественных производителей и стабильные торговые отношения со странами Юго-Восточной Азии. По данным Федеральной службы по аккредитации, ассортимент товаров после ухода с прилавков продукции зарубежных брендов почти полностью восстановился. Об этом сообщает портал «Известия». Специалисты отмечают – 2022 год стал непростым для российского импорта. Несмотря на уход с рынка многих иностранных производителей, практически все ниши заполнены, в том числе благодаря выстраиванию новых цепочек поставок. Чтобы стимулировать иностранный бизнес выходить на российский рынок, Министерство экономического развития страны разработало меры поддержки, одна из которых – упрощенная схема декларирования. В результате срок ввоза продукции сократился – место почти месяца, теперь он составляет 6 дней. Главные иностранные поставщики по итогам прошлого года – страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Более 30% товарных сертификатов приходится на долю продукции из Китая. Кроме того, по данным Росаккредитации, в сложившихся условиях выросло и число отечественных производителей – практически на четверть. А ситуация на рынке способствует развитию ассортимента и расширению линейки товаров российского производства. Контроль качества от поля до прилавка – таков девиз Орской макаронной фабрики, входящей в холдинг «Агро Альянс». Оборот производимой продукции в год достигает более 20,5 тонн, а реализуется товар не только в Оренбургской области. Благодаря соблюдению уникальных технологий, производители макаронных изделий смогли выйти на международный уровень. А секрет качества прост – каждое изделие только из отборной пшеницы твердых сортов. Алена Круглова продолжит. Орская макаронная фабрика работает в круглосуточном режиме. Здесь специалисты регулярно внедряют новые технологии, расширяют линейку ассортиментов. Сегодня за работой предприятия решили понаблюдать и мы. Огромные прессы, сушилки и резчики. В цехе, как и всегда, жарко, ведь работа здесь кипит непрерывно. Макароны будто из пулемета вылетают на конвейер, но процесс создания зелени начинается с операторской комнаты. Специалисты запускают программу – работа началась. Орская макаронная фабрика – динамично развивающееся предприятие. Новое оборудование, новые технологии. Такому холдингу не обойтись без дополнительных вложений. Предприятие является лидером по производству и качеству макаронных изделий в Оренбургской области. Активно пользуется мерами государственной поддержки, которую оказывает Министерство сельского хозяйства в виде льготных кредитов, которые тратятся на покупку сырья, и, что очень важно, сырья, производимого исключительно в Оренбургской области. Высокое качество продукции Орской макаронной фабрики подтверждается соответствием ГОСТу и присвоенным изделиям-наградам. Холдинг реализует товары на территории всей России, идут поставки в страны ближнего и дальнего зарубежья. С каждым годом количество выпускаемой продукции растет практически на 2000 тонн. Стратегия развития предприятия предполагает ежегодное увеличение объемов выпуска, инвестиции в модернизацию, расширение производства и дальнейшее увеличение ассортимента продукции. Алена Круглова, Семен Воробьев, Новости дня. Виден – значит жив. Акцию, направленную на популяризацию светоотражающих элементов, провели в Оренбурге. Участниками стали более 50 школьников областного центра. Сотрудники регионального ГИБДД через творческий номер на льду учили юных пешеходов самым важным правилам. Второй год подряд сотрудники ГИБДД выходят на лед, но не для того, чтобы показать свои навыки фигурного катания. Основная цель – популяризовать светоотражающие элементы в одежде пешеходов, особенно детей. Именно они – самые незащищенные категории участников дорожного движения, говорят сотрудники региональной госавтоинспекции. В каждом учебном заведении у нас есть определенный класс, где состоят дети, которые участвуют в таких мероприятиях. Которые направлены на снижение аварийности на дорогах нашего города и области. Зрителями творческого номера «Заисветись на льду» стали около 100 человек. Из них более половины – ученики кадетских классов областного центра Оренбургского района. Кроме интерактивных мероприятий, сотрудники регионального ГИБДД проводят уроки в стенах школ. Пять раз в месяц они рассказывают о безопасности на дорогах. К другим темам. 13 февраля во всем мире отмечают День радио. Наши корреспонденты вышли на улицы областного центра и узнали, слушают ли радио оренбургцы. Я считаю, что радио достаточно очень актуальная тема, потому что это давным-давно уже тема открытая, всем известная. И вместо там, допустим, покупать специальные диски, кассеты, ты включил радио, знаешь волну, знаешь определенную, как ведется программа эта. Послушал, во-первых. А во-вторых, новости в мире узнал, как минимум, потому что современный человек должен ориентироваться в пространстве, ну и знать, естественно, что происходит и где и как. Вообще слушаете радио? Нет? Нет. Честно, нет. Не знаю. Удобнее просто пользоваться платформой. А как считаете, вообще радио на второй план ушло или еще актуально? Я думаю, на второй план ушло. Ну, только, конечно, когда еду куда-нибудь домой, то водители постоянно включают радио. Я даже название забыла. Ну, редко бывает. Ну, нам непривычно данный формат восприятия информации. Почему бы, собственно, и нет? Те же установки на автомобилях с радио. Вполне себе. А сами слушаете радио? Да, разумеется. Не слушаю. Вообще? Вообще. Ну, если только в машине, типа, едешь, когда там играет, только там, наверное, актуально. Всероссийское соревнование «Лыжня России-2023» объединяет. 11 февраля около 50 тысяч оренбуржцев приняли участие в соревновании. С места событий наш корреспондент Диана Кузимбаева. На Большой Поляне за Уральной Рощи тысячи участников. В этом году самым младшим среди них стал трехлетний мальчик. А вот 88-летняя Лариса Тюкаева участвует в «Лыжне России» уже несколько десятков лет. Говорит, лыжным спортом занимается всю жизнь. В 2009 году я получила первый кубок. И каждую зиму обязательно участвую. Имеется без всяких перерывов. Она рассказывает, один километр для нее мало. На тренировках проходят не меньше десяти. В областном центре спортивные события объединило более пяти тысяч человек. А в других муниципальных образованиях в забег вышли порядка 50 тысяч жителей. Главное, что спортсменов и любителей не подвели погодные условия. На улице всего минус 8. Идет мелкий снег и даже выходит солнце. Но если кто-то замерз, можно выпить чашечку горячего чая. Несмотря на падение перед финишем, оренбуржцы не теряют стремление к победе. Но некоторые пришли не ради нее. Им интересно весело и с пользой провести время. Губернатор области Денис Паслер также поучаствовал в соревновании. Он отмечает, тот, кто пришел в зауральную рощу субботним утром, уже победитель. Трасса была очень хорошая. Я даже проехав один круг, понял, что мне надо еще как минимум один проехать. Потому что и трасса хорошая, и коллектив, и спортсмены, и люди, которые тебя окружают, все в хорошем настроении. Все настроены позитивно. Все хотят заниматься спортом и показывать пример другим. Лыжню готовили около недели. Из-за недостатка снега в этом году его пришлось досыпать. Дистанция для любителей – один километр, а для профессионалов – два. В соревнованиях принял участие Сергей Грачев, председатель Законодательного собрания области. Недавно он отметил свой юбилей – 70 лет. Говорит, зимой на лыжах каждый вечер. Какой результат? Мы спокойно прошли. Ну, я в обычном своем темпе прошел, как я всегда, пятерка где-то 25-27 минут. Ну, примерно, я думаю, что так же шел. Поэтому самое главное, что погода хорошая, настроение хорошее. Массовый спортивный забег о лыжах в нашем регионе проходит 18-й раз. Традиционно на нем вручают значки «Отличия готов к труду и обороне». В этом году награждены 10 оренбуржцев в возрасте от 8 до 6-9 лет. Вручаем золотые знаки «Отличия комплекса КТО» и удостоверение к ним. Кроме этого, впервые «Лыжня России» транслировалась в прямом эфире нашего телеканала. Посмотреть забеги можно на Рутуб. Всех победителей наградили медалями и призами. А главной наградой для участников стало хорошее настроение и спортивный настрой. Диана Кузимбаева, Андрей Булатов. Новости дня. Снежинка берет старт. В Тюльганском районе начались главные соревнования года в нашей области – зимние сельские спортивные игры «Оренбургская снежинка». Согласно расписанию, в селе Тошла Тюльганского района на базе спортивно-восстановительного центра игры открылись первыми соревнованиями в палеотлоне, шахматах и шашках. Всего в программе игр 9 видов спорта. За звание сильнейших будут бороться около 800 спортсменов из 29 районов области. Торжественное открытие нашей «Малой Олимпиады» состоится 15 февраля в поселке Тюльган. Почетным гостем церемонии открытия станет прославленный российский спортсмен олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. Наш телеканал будет вести прямую трансляцию. Присоединяйтесь в среду в 18.00 на телеканалах ОРТ и ОТР, а также на сайте орттв.ру и телеграмме, ютубе, рутубе и социальных сетях. Снегопад на протяжении нескольких дней, а морозы ближе к выходным. Новая неделя встречает оренбуржцев теплом и снегом. Погода в ближайшие 7 дней обещает быть стабильной. Температура в будни днем от минус 2 до минус 8 градусов. По ночам столбики термометров опустятся ниже от 7 до 13 градусов мороза. Порывы сильного ветра оренбуржцам не грозят. Максимальные значения 2-4 метра в секунду. А уже в конце недели ночи будут куда холоднее. Температура понизится до минус 22-24 градусов мороза. Днем минус 8-13 градусов. Осадки сохранятся. Любителям прогулок на свежем воздухе не стоит забывать дома шапки и варежки. На этом пока все. Напоминаю еще больше информации на нашем сайте орттв.ру. Присоединяйтесь и к группам телеканала в социальных сетях. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова